бездарный выскочка не голоса не таланта песни примитивные выглядит непонятно как то ли мальчик то ли девочка бисексуальный какой-то непонятно почему от него подростки с ума сходят не музыкального образования не театрального не артистического а уже звезда и главное мы горбатимся на двух-трех работах с утра до ночи пашем а он покривлялся перед камерами и уже миллионер все эти эпитеты можно было услышать последние годы по отношению к тик токеру блогеру и певцу дани милохин наверняка и среди вас многие кто к нему относятся негативно осуждает не понимает а главное удивление тому что нашли в нем подростки почему они слушают его они те песни музыку которую любите вы но и тем более еще больше вызывает несправедливую негативную реакцию то что он зарабатывает большое состояние которое многие за всю жизнь не смогли заработать этот тезис о том что тик токер и блогеры певцы становятся мгновенно миллионерами но во многом и является ответом на вопрос почему многие восхищаются из детей такими людьми им кажется что это очень просто быстро можно по щелчку пальцев просто стать мгновенно узнаваемым популярным и богатым ну это не так потому что и блогеры тик токеры и тем более певцы музыканты очень много трудиться но это понимают взрослые особенно те кто сталкивался с этим а дети относятся ко всему поверхностно и легкомысленно возможно поэтому они считают что жизнь блогеров тик токеров и певцов это одно сплошное развлечение к примеру юра штунов с детства пахал по 8-10 концертов в день такие нагрузки на здоровье не каждый взрослый сдюжит этот эмоциональный перегруз скажется в будущем и он возьмет длительный период на то чтобы передохнуть от этого напряжения блогеры тик токеры другие певцы также тратят огромное количество времени на придумывание сценариев записи роликов клипов монтаж продвижение и так далее и только единицы из них становятся успешными выскочка не талант и не голос примитивные песни два притопа 2 прихлопа выглядит настолько красиво что непонятно то ли мальчик то ли девочка и это все это все говорили взрослые 30-35 лет назад про юру шутунова все то же самое что сейчас многие взрослые говорят про данью милохина юра на фоне тех детей которые были и подростков которые показывали по гостелерадио который мы хотели видеть родители и дедушки и бабушки мил дождливый серый день проскакал по городу олень он летел над гулкой мостовой рыжим лесом рыжим лесом пущенной стрелой вернись лесной олень по моему хотенью то обижал и сильные и и и в и и И казалось, будто бы на дни Становилось небо голубым Веселее в лесу От ее рассветки Не пугайте жуков С длинными усами И поверьте, что жуки Вас не тронут сами Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- это подтянутые в галстуках в форме школьные или в каких-то других нарядах застегнутых до последней пуговички дети выглядели как маленькие солдаты и на этом фоне появляется юра а а а а Но во сне приходит слава, и пятерки... Ну-ка! Дорогие, куча слова, прошел земли и крыша. Там, где трудно одному, справлюсь в мечте, где чего-то не пойму, разберемся с друзьями. Во-первых, в принципе, подростков не было практически в популярной эстраде на тот момент. И здесь появляется Юра, жеманный, как девочка, красивый. Любая бы девушка позавидовала его внешности и красоте. Причем, как сейчас бы сказали, он прекрасно выглядел, и у него не было рабочих сторон. Он был весь одна рабочая сторона. Настолько был красив с любой точки. Сережка в ухе вместо пионерского галстука. Расстегнутая рубаха, или вообще полностью накидка какая-нибудь, жилетка на голое тело. Или маечка со скинутой бретелькой, да так, что видна была голая грудь. Босиком. В модных ярких одеждах. С цепочкой на шее. Вот такая разница. И давайте вспомним, кто был тогда популярным у взрослых. Послушаем и посмотрим, что было у них на концертах. И что творилось на концертах у Юры. Ваши родители, бабушки и дедушки наверняка тоже, как и вы сейчас, хотели бы, чтобы дети их слушали правильные песни. Пионерские. Вспоминаем. 88-89 год. Что слушали ваши родители? Ждали, как манну небесную, показ песни 88-89. И вот эти все артисты, которые тогда были сверхпопулярными. И глядя на них, скажите, от кого вы в 10-12 лет фанатели тогда. На чьи концерты рвались? От Роксаны Бубаян? От Александра Малинина? От Газманова? Или Корнелюка? Может быть, от Алисы Мон? Нет. Тогда дети балдели я. Вот от него. Чтобы молодежь рвалась на те же концерты, на которые ходили взрослые. Так и сейчас. Мы, взрослые, не знаем вообще не то, что половины. Наверное, 80% артистов, на которые ходят и кого слушают дети и молодежь. И мы сейчас стали на место своих родителей, тех, которые не понимали, тех, которые порой даже запрещали слушать. Тот же самый, возможно, Ласковый Майя или Шатунова с его песнями про страдание, про любовь, про романтику в детском возрасте. И да, тогда взрослые не все были от него в восторге. И как сегодняшние взрослые от Милохина не понимали, почему столько времени дети посвящают этим исполнителям, инфлюенсерам, тиктокерам и блогерам. Тогда Шатунов, а сейчас Милохин и подобные. Но что объединяет Милохина и Шатунова? Почему они одного полиягоды? А потому что вырастила эти ягоды одна и та же женщина, мама тысячи детей Валентина Николаевна Тазикенова, директор дома детства Оренбургского. В котором в те годы рос Юра Шатунов, а последние годы воспитывался Даня Милохин. Многим кажется, что это обычное совпадение, просто случайность и так далее. Но люди, которые знали ее, знали ее подход, воспитание, понимают, что это не случайность. Она в каждом ребенке раскрывала талант. В каждом из 1531 человека, который она вырастила за свой 35-летний практически стаж, каждому находила подход, каждого находила талант и давала ему реализовываться. Юру и Даню, к примеру, она таскала с детства как раз в творческом направлении. Она видела в них людей, которые привлекают публику и очень талантливы, харизматичны. Юре она создала все условия для того, чтобы он пел. В том числе, между прочим, не такая простая история с принятием на работу Сергея Кузнецова в детский дом. Если бы этого не случилось, не встретились, не пересеклись, не было бласкового мая. Милохина Даню, она вообще как внучка уже последнее время. Просто он таскала по всем мероприятиям. Он читал стихи, он открывал, он пел и так далее. Она видела в нем и закладывала это зерно, которое потом дало всходы. К сожалению, Милохин, в отличие от Шатунова, по своей молодости еще этого не понял. Может быть, ему не хватает эмпатии или мозгов для того, чтобы осознать, кто заложил в него. Это важная составляющая, которая потом выплеснулась наружу и он смог творчески реализоваться. А Шатунов, наоборот, с самого детства понял, тепло ее души воспринял и отдал все встречное ей. Он приезжал в детский дом, он навещал ее, он помогал детскому дому. В отличие, кстати, от того же Милохина, который не помогает, не спонтировал, несмотря на свои миллионы и так далее. Больше скажу, в момент, когда мы в ноябре месяце 2001 года начали организовывать инициативу, в том числе со сбором подписей увековечить память Валентины Николаевны Тазикеновой, именно Юра поддержал эту инициативу. Его директор через социальные сети давал ссылку на то, чтобы поддержали, собрали подписи достаточно. А Милохин через своего директора и словами директора сказали, что они это поддерживать не будут и они в политике не участвуют. Вот такие два разных парня. Возможно, Даня со временем, конечно, изменит свою точку зрения или будет сам больше принимать решения так, как стал принимать решения позже Шатунов, который пережил эти очень сложные годы одного продюсера, второго забранный по палату одной. Он видел там то же самое Валентина Николаевна Тазикенова, как к нему относилась, как к родному сыну. И когда он попал в московский детский дом, где у него фактически забрали паспорт и два года он пахал на этих корыстных людей. То есть, он увидел, ему есть что сравнивать, и он позже отошел и стал самостоятельно принимать решения, имея все-таки очень твердый внутренний стержень. И этот стержень человечности тоже уверен, что нашла в нем и дала ему зацвести та же самая Валентина Николаевна Тазикенова. Юра же любил свою приемную маму, уважал ее, до сих пор, до последнего времени поддерживал отношения с ее детьми, в отличие от того же Дани Милохина. Может быть и справедливо к нему относятся люди негативно, особенно взрослые, понимая и чувствуя его какую-то внутреннюю неблагодарность. Но возможно мы ошибаемся, возможно просто он сейчас по молодости с навалившейся на него нагрузкой и такой же безостановочным конвейером производства клипов развлечений и всего остального ему не было возможности узнать и понять это все. Надеюсь, что он глядя на Юру возьмет хороший пример от него и сделает правильные выводы. Вот такая судьба двух людей похожих с одного поля выращенных а по-разному немножко относящихся к людям в том числе к поклонникам и тем кто их вырастил. Думаю и к ним будут относиться по-разному. Как относятся к Юре мы все уже видимое знаем. Его боготворят и у него стало поклонников по-моему еще больше. И где Милохин? Никто не знает, не слышит пока. Очень надеюсь, что сейчас в нем происходят процессы, которые сделают из него такого же замечательного человека как Юра и он выйдет вновь со временем на сцену и докажет, что он достойный человек и достойный сын. Своей приемной второй мамы Валентина Николаевна Тазикена. Ну и теперь главное лайфхак. Лайфхак для родителей, для бабушек, для дедушек. Вы его безусловно знаете и сами бы могли его рассказывать всем с утра до ночи. Но все же хочу напомнить и сказать, что если вы видите, чувствуете талант в своем ребенке в каком-то направлении, занимайтесь тем, чтобы он мог реализоваться в этом действии. Неважно это спорт, музыка, культура, наука, все что угодно. Помогайте, таскайте их по секциям, музыкальным студиям, по конкурсам, по различным экзаменам. Пусть учатся, пусть проходят дополнительные какие-то нагрузки берут и так далее. Все зависит вначале от вас. Если заниматься малышами, то из них могут вырасти потрясающие ни на кого не похожие цветы, белые розы. Потому что за каждым великим человеком стоит рядом другой человек или несколько близких людей, которые помогали ему в достижении его целей и успехов. это могут быть родители, это могут быть бабушки, дедушки, это может быть жена или муж, брат, сестра, друг, сообщество. Но важно помогать ребенку, независимо от того, видите вы в нем музыканта, а он хочет стать хоккеистом, как Юра, например. Но встретив все-таки таких людей, связку людей, как Валентина Николаевна и Сергей Кузнецов он смог найти и реализоваться в том как раз качестве, в котором полюбили его миллионы людей. А если вы хотите узнать секреты воспитания и интеллектуального развития детей и подростков от мирового чемпиона Владимира Борисовича Гурного, то ссылочку на интервью с ним я оставлю здесь в конце. Приятного просмотра. Пока.